друзья всем огромный приветик добро пожаловать в новый влог мы с утра тут уже занимались делами я сварила сейчас суп а сейчас хотим выйти на улицу пока нет дождя у нас на всю неделю передают дождь еще на следующую неделю но слава богу уже потепление будет до 15 градусов должно быть вот надеемся что скоро снимем свои наконец-то зимние куртки сегодня утром был дождь и было сыро мокро а сейчас все просохло так хорошо распогодилось так вот мы сейчас пойдем на площадку в парк сходим с лизой пока дети в школе кушать у нас до в парк же пойдем с тобой обед у нас приготовлен в доме конечно нужно бы прибраться но это спасает подождет так что сперва пойдем на улицу все ребят мы вышли пойдем теперь прогуляемся лиза вам что-то показывает конфетки у нее там еще с пасхи до захотела эту тонкую куртку я в зимние она в тонкой но я и взяла на всякий случай толстую если вдруг холодно будем будет переоденем но ветер такой прохладный когда солнышко светит а нормально так вот прохладно все пришли мы на площадку у меня шуши замерзли такой ветер смотрите вон там и вас стоит уже зеленеет мне она так нравится она летом все у нее вот эти вот ветки они прям чуть ли не до пола висят и дети могут на них даже качаться лизе куртку переодели потому что очень прохладно холодно какая-то по ты дома оставила точно взяла с собой ага сейчас я домой пойду она хотела взять с собой этот пистолет который мы и свинка па купили говорит где мой пистолет и ты должна его принести вовремя мы вернулись домой смотрите какой дождь льет и дети уже пришли из школы так бы все намокли юля сегодня соседка пешком шла кстати школы поэтому если бы не попали под такой дождь до юля вы бы все мокрые были успели слава богу себе до дома дойти и вот сейчас такой у нас ливень ребят мы сейчас здесь кухне я хочу испечь косичку дрожжевое тесто такую косичку как батон сейчас вам покажу вот такую нашла в термомиксе рецепт сейчас будем печь вместе с вами ничего особенного не нужно масло молоко сахар дрожжи можно свежие дрожжи можно сухие мука соль и все больше в принципе нам ничего не нужно сейчас быстро заведу тесто молоко 300 грамм а юля потом хотела вафли печь ты будешь вафли печь юля будет вафли печь так молоко дальше у нас сахар тут по желанию 20 до 60 грамм у меня даже сахар дома закончился только сахарная пудра есть я сделаю побольше сахара она такая немного была сладкая с маслом потом помазать вкусно хлебушек что сейчас так дальше нам нужно 50 грамм масла нам это все нужно в чашу добавить и разогреть все все они дрожжи еще кубиков на свежие так и все дрожжи добавить также к молоку закрываем теперь нужно включить три минуты теперь будет греться все молоко нагрелось выглядит теперь нам нужно добавить 550 грамм муки я ее прям сейчас сюда просею в чашу немного соли и все теперь нужно вымесить тесто три минуты будет вымешивать за это время вот такое тесто получается сейчас его переложу в эту чашу я ее смазала маслом и оставлю подниматься подходить целый час она должен подниматься а потом будем формировать саму косичку все видите чаша тоже почти чисто так еще комочек сформируем накрою полотенцем и уберу в духовку как я это обычно делаю она у меня нагретая на 60 градусов там тепло и она быстро поднимается потом тесто хотела вам показать купила вчера в магазине hammer новые наволочки и тут уже одела примерила ну вот я не знаю подходит и но к нам сюда ну вроде бы ничего так цвет только надо подушку а эти наволочки они 50 на 50 на по-моему 48 на 48 наволочка одна стоила 10 евро но очень хорошая качественно материал такой хороший вот я думала вот с розовыми можно подушечками выглядит вроде бы ничего вот не знаю еще думаю оставлять не оставлять две штуки взяла на диван как вы думаете оставить мне их или нет вроде неплохо смотрятся посмотрю думаю сейчас когда пасхальный декор уберу вот эти наволочки надену могу вам если найду ссылочку оставить кому нравится там еще по моему с розами были но и чуть-чуть другая расцветка розы были цветы мне вот эти магнолия понравилась юля заводит тесто у нас на вафли будет вафли печь майк с лизой вышли на улицу гуляют вот юля тут недавно снова этот лимонный кейкс который мы вам показывали пекла она уже его третий раз пекла в последний раз пекла совсем сама я сверху там прибиралась пока она тесто замесила ну в термомиксе все и испекла сама даю юля здесь жарят вафли и мы решили у нас банан был переспелый мы решили банан в тесто положить но он все приклеивается из-за банана вот такие получаются тогда не будем юля решение горят так просто жар Все, Юля все пожарила Уже декорирует, как мама, да? Бананы положила сверху И сгущенным молоком полила Зачем? Зачем? Она всегда говорит на мальчиков Она еще не понимает Он, э Скажи Правильно А у меня здесь уже подошло тесто Смотрите, как хорошо поднялось Сейчас сделаю косичку Еще оставлю на полчаса Все, косичку я сформировала Теперь мне ее нужно смазать У меня здесь один желток И я всегда добавляю или сливки Или немного молока Мне так больше нравится Потому что когда есть один желток Мне кажется, оно как бы подгорает Не такой красивый цвет получается Ой, что-то я много молока ливанула Заболталась Ну ладно И посыплю косичку вот таким сахаром Хаглит сукор И отправлю еще подниматься полчаса Что, Юля, интересно? Юля стоит, наблюдает Ты можешь открыть сахар, Юля, вот этот И посыпать Можешь посыпать Везде так На помаленьку Тут по краям тоже Еще чуть-чуть Мы тут с Лизой снова играем Продавца В магазин Она говорит Ты сначала должна поздороваться Привет, привет Хало Всем привет Наймне Привет, варка Кайфа Привет, варка Ты можешь Эккафа Ты можешь Эккаф Я это Я хочу Эккаф Я хочу Эккаф Дайф Дайф Ты можешь Мюншер Нет у меня Сейчас посмотрю В кармоне Я же тебе А, да У тебя есть, да? Да Нищать Не Хорошо У тебя есть Папа тебе там дал Еще, да? Кто тебе столько дал? Папа тебе дал? Да. Ну давай, я хочу это купить. Давай, а то мне домой надо идти кушать, готовить. И я, и кетчуп. Это майонез. Майонез. Вот это. А кетчуп красный, это желтый. Да, это... А это что? Грюн. И салат. Салат. И сливы. Сливы. Лук. Да, лук, который мне кипс. Ты хочешь Хази? Да. Окей. Но я хочу маленький Хази. А где он? Я не знаю, где он. Этот гус не. Нет, ну ты же мне дала, чтобы я его покупала. Ты здесь сухой. Ты смотришь на кетчуп. Что? Не нашла? Ну, ты смотришь на кетчуп. Ну, хорошо. Хватит мне. Пойду посмотрю. У меня там, наверное, брод... Ой, у меня там, наверное, хлеб уже поднялся. Сейчас я включу духовку. Сейчас вам покажу. Чтоб только не осел. Надо потихонечку. Духовку нужно на 180 градусов нагреть. Так, сейчас она быстро нагреется и все. О, ничего себе, как хорошо поднялся. Сейчас быстро нагреется. Я буду уже ставить. Все, косичку я уже достала. Смотрите, какая она огромная получилась. Довольно-таки большая. Вот мои две с половиной ладошки. Такая прям огромная. Хорошо поднялась. Красота. Будем пробовать. Сейчас немного остынет. Потом разрежем вместе с вами. Хлеб у нас полежал. Хорошо остыл. Давайте разрежем. Посмотрим, какой он. Вот, смотрите. Он еще, конечно, теплый, но все равно уже. Смотрите, какой мягкий, воздушный получился. Вот этот рецептик я вам оставлю в описании под видео, как обычно. Смотрите, какой он мягкий. С маслом. Красота и вкуснота. Так что, ребят, готовьте тоже. Я вот думаю, что можно еще добавить цедру лимона, например, или апельсина. Будет тоже вкусно. Можно также добавить изюм. Просто изменить чуть-чуть рецепт. Наверное, тоже будет хорошо и вкусно. Кто любит, например, с изюмом, да, почему бы и нет. Так что экспериментируйте, пробуйте. Друзья, всем еще раз привет. У нас следующий день. Я тут нам завтрак с Лизой приготовила. Это чай для Лизуши. Тарелочка. Она уже кушать хочет голодная. На. Сейчас еще вилочку тебе с ножиком принесу. И сегодня попробую, буду пробовать, то есть вот эту приправу для яйца. Пахнет очень хорошо. Так что будем сейчас пробовать. Ребят, я просто восхищаюсь этими красивыми деревьями. Магнолия. Ой, не могу. Смотрите, какие красивые тюльпанчики растут. Мы тут идем с Лизой. Прямо возле дороги. Красота. Мы идем с Лизой. На улице такая благодать. Солнышко светит. Птички поют. Прям так хорошо на улице. Очень классно. Шикарнейшая погода. Правда, всего лишь 9 градусов. Но на солнце намного жарче. Вот я даже вышла из дома, надела шапку, но потом сняла, потому что очень так хорошо. Неветрено. Классно. Мы зашли в цветочную и купили вот такой шикарный букет тюльпанов. Смотрите, какие красивые. И сейчас идем с Лизой в гости. Все дела свои отложили и решили выйти прогуляться. Надо сходить в гости немного посидеть, пока дети в школе. Обед нам готовить не надо. У нас еще суп есть вчерашний. Папа на работе, Лиза. Лиза спрашивает. Нет, папа на работе. Сходим в гости. Освежимся, развеемся. Ребят, смотрите, вот эта елка. Что это на ней там такое? Такие круглые шишки или что это? Цветет она или что она делает? Я видела, что на них нормальные такие как бы маленькие шишки. А вот сверху такого ни разу не видела. Интересно. Здесь тоже, видите, уже подготавливают участки для стройки. Будут в скором времени настроиться люди. Конечно, по нынешним ценам навряд ли. Но все же, вот здесь есть участки, где мы живем, есть участки. Где Галя с Эдиком живут, есть участки. Но только пока еще никто не строит. Но здесь вот они только подготавливают. Они трубы прокладывают. Ну вот, чтобы вода сбегала. Смотрите, какое чистое небо. Чистое, прям чистое. Благодать. Очень хорошая погода. Я даже не могу нарадоваться. И ветра нет. Самое главное, вчера был такой ужасный ветер. Пока мы с Лизой гуляли. Даже, можно сказать, сносила. А сегодня отлично. И у нас начинаются выходные. Пятница сегодня. Мы уже дома с Лизой. Юля уже из школы пришла. Смотрите, к нам фазаны тут тоже приходят в гости. Гуляет там такой деловой. Поорал тут, покричал и пошел дальше. А я сейчас поеду, майка заберу. У меня Лиза здесь еще в коляске спит. Она уснула, пока мы шли домой. И спит. Ну, Юля дома. Она за ней приглядит. Я съезжу. Майка заберу с остановки. Ребята, у меня здесь пришли две посылочки. Я заказала на сайте ЦНТА вещи себе. На весну, потому что штанов уже толком нет. Знаете, что-то хочется новое. Пару футболок, потому что уже тоже все такое это. Ну, как обычно нам, девочкам, вещи всегда нужны. Вот. Но, наверное, вам распаковку сделаю в следующем уже видео. Покажу вам. Будем, в общем, смотреть вместе с вами. Там еще заказала пару курток. Не знаю, подойдут они мне или нет. И сейчас, знаете, что я делаю? Лиза мне говорит, не болтай. Мама болтает и болтает, да? Убиралась. Сейчас, все, Лиза, ухожу. Убиралась тут у... Пришли, когда с Лизой, она же уснула тут в коляске. Я пошла, убралась у свинок, у наших. И знаете, что я сделала? Сейчас я вам покажу. Вот этот домик, он стоял здесь на траве. А я убиралась, ну, открыла, естественно. Свинки выбежали. Я даже не видела, что туда свинка одна забежала. Ну, убралась, значит. И оставила открытым. Думаю, пусть побегают. А этот домик поставила сюда, наверх. Ну, и Юле потом говорю. Юля, я там свинок выпустила, иди посмотри. И она что-то шла, а дом был вот так перевернут вот этим туда. И она идет, не знаю, почему она посмотрела в этот домик. Смотрит, говорит, мама, ты что сделала? А свинка одна забежала в домик. И я ее сюда поставила наверх, прям в домике. Представляете, если бы Юля не увидела, мы бы ее потом искали. Она бы, бедная, там сидела, куковала. Она бы, конечно, не смогла слезть, не спрыгнула и сидела бы там, бедная. Мы бы ее искали везде, да? Она просится, вот прям она просится, выпустите меня, выпустите меня. Еще я сейчас помидор открывала, ну, убрала ведро. И уже заметила, что я его повредила, вот здесь ножку. Я надеюсь, он выживет, будет дальше расти. Не знаю, я вот, оно прям сгибается. Видно, как бы перегнулось. Надеюсь, что будет дальше расти, посмотрим. Вот тоже веточку, смотрите, сломала. Но это-то не беда. Но сейчас новые все равно полезут. Но вот тут вот меня за этот ствол переживаю. И вот редиска моя уже подрастает. Ну вот, правда, только петрушка вообще не вылазит. Значит, она, наверное, уже и не вылезет. Холодно было, я ее рано посадила. Лук, это батун. Зимний, я вам уже говорила. А это вот этот мелкий, тоже неплохой. Шнит-Лаух такой, мелкий. Лаух, я не имею в виду. Смотри, мои хлопки очень вкусные. Лиза у нас всегда разговаривает с игрушками. Мы с ней так играем. Смотри, Лиза, ты скажешь «и». Смотри, что они говорят «и». И она правда так всегда вот прям разговаривает, как с настоящими, да? Все им рассказывает. Как дизель-роза. Показывает. Как дизель-роза. Да, роза. Она сейчас свои тапочки показывает. Про цвета говорит. Какие цвета у нее цветом тапочки, да, у тебя? Да, дизель-роза. Угу. Лиза. Кто там? Это мама. Ааа. Андрей, это Андрей. Андрей, а маму как звать? Катя. Катя. А как твоего братика зовут? Майк. А кто у тебя еще есть? Лула. Три-мали манесу Ан. Угу. Лу. Друзья, мы тут одеваемся, одеваем куклу, берем с собой на улицу. Сейчас пойдем с Лизой на улицу. Лиза решила одеть комбинезон кукли, чтобы она не замерзла, да, Лиза? Да. Все. Теперь, Лиза, штаны. Да, папа, что он здесь выбрал капельцы. Лиза не капелька. Ну да, кто замерзнет, ушки надурет ей, да? Ну, все, пошли. Наше хозяйство не может напастись. Им такая теперь воля, могут бегать, тепло, хоть нужно выпускать теперь. Бедные все зимы в этой клетке сидели. А сейчас вон довольные, радостные, счастливые. Хотела уже вынести тут подушки, вот тут на диван, на стулья, но подумала, что завтра дождь целый день будет, а надо было все стулья помыть, стол помыть сначала, прежде чем подушки выносить. Поэтому оставлю на следующей неделе, на следующей неделе передаю в хорошую погоду до 18 градусов. Будем вот заниматься уличными делами. Для этого включил робота, передвинул батут, чтобы робот скосил. Лиза все прыгает. Юля у нас сегодня с 3 до 7 на дне рождения. Ждем ее, когда домой приедет. Сейчас, наверное, пойдем прогуляемся и потом все, сегодня ничего делать больше не будем. С вами, наверное, на этом уже сегодня попрощаемся. Вот, потому что ничего больше не будет, ничего такого интересного. Да, сейчас приду, Лиза меня там все зовет и зовет. Ладно, друзья, на этом на сегодня с вами попрощаюсь. И хочу вас поздравить всех с православной Пасхой, пожелать вам всего самого наилучшего, доброго, здоровья, крепкого, счастья и семейного благополучия. Ладно, ребята, увидимся с вами уже совсем скоро, в среду, как обычно. До новых встреч, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»